Святое имя Да будет превознесено Твое имя, Боже, в жизни каждого из нас Мы знаем, Боже, что в Тебе есть великая сила В Твоем имени есть великая сила, чтобы разрушать, Боже, всякие дела дьявола, Боже И являть Твою силу Мы благодарны Тебе, Господи Я молюсь и прошу Тебя, Боже, просто прикасайся к каждому Меняй, преображай нас, Боже Я молюсь и прошу Тебя, Боже, чтобы ни один человек Кто находится в этом зале, кто смотрит и присоединяется онлайн Ни один не остался прежним Но чтобы мы на самом деле были не просто слушателями Но чтобы мы были Твоими исполнителями, Господи Неся Твое царство, неся Твою славу И на самом деле, чтобы мы были Твоим письмом Которое распространяет Твое благоухание Во имя Отца, Сына и Святого Духа И весь народ нас скажет Аминь Давайте дадим большую славу Господу Аминь Аминь, 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 аминь Да, спасибо огромное Давайте дадим славу Господу за прославление Они такие молодцы Спасибо вам, драгоценные Вы можете повернуться налево, направо Поприветствовать кого-то Искренне рад видеть вас в Доме Божьем Слава Иисусу Слава Господу Приветствую еще раз вас в Доме Божьем Это замечательно Когда мы на самом деле можем открывать свои сердца И следовать за ним, ища Его в нашей жизни Передаю большой привет вам из Новосибирска Для всех, кто находится здесь Для всех, кто смотрит онлайн Да, примите Мы из Сибири, но, как я люблю говорить Мы не замороженные Мы полны огня Божьего Аминь И спасибо каждому из вас Спасибо, конечно же Пастору, его супруге Всей команде За приглашение Быть сегодня здесь Служить И мы с супругой уже с четверга Хотел бы поприветствовать Наталью еще Она для меня большая поддержка Слава Иисусу Да И мы вот сразу же для тех, кто Не знаком с нами Немножечко маленькая справочка Я благодарен Богу, что у меня одна жена Три сына И не наоборот Для меня это очень важно Да И У нас дети уже взрослые Довольно-таки Авелю с Давидом По 23 года Один из них женат Все Сделали нас уже дедушкой С бабушкой И Хотят повторить То есть вот как-то Двигаются Но мы за это рады И младшему 21 год Вот как-то у нас такой вот Жизненный путь И я всегда посмеиваюсь Я всегда говорю, что мы просто поженились Еще в детском садике Поэтому вот Как-то вот так вот По Божьей милости И Искренне рад За эту привилегию Служить Богу Для меня очень важно Сегодня И Хочу, чтобы мы сделали Еще Еще одну часть Я знаю, что вы уже молились Но я хочу, чтобы вы сейчас Просто положили Руку себе же на грудь И Давайте мы помолимся Просто Повторите это со мной Хорошо? Драгоценный Господь Иисус Я прошу Тебя Чтобы мое сердце и мой разум Были доброй Плодотворной почвой Чтобы на самом деле Мы могли принять Все то, что Ты хочешь Говорить в жизнь каждого из нас И чтобы это семя Оно могло произрасти И изменить нашу жизнь Мы молились Тебе во имя Иисуса Аминь Аминь Слава Иисусу Поэтому для меня Это очень важно Драгоценно И каждый раз я понимаю Что вот это вот время Вот это время служения Вот это время Моего соприкосновения Я знаю, что это То, чего хочет Господь И для Него это всегда важно Чтобы жизни людей Не менялись и преображались Я сегодня ни в коем случае Я не верю в какое-то свое Красноречие В какой-то свой талант Для проповеди Я верю в Духа Святого Который меняет И для меня самое ценное В жизни Это тогда, когда Моя жизнь может меняться И, конечно же Я отношусь к той категории людей Сегодня есть люди И это ни в коем случае Не лучше, не хуже Просто есть разные категории Есть люди, которые говорят Что если бы Христос Не пришел в мою жизнь Я бы сегодня занимался Вот этим Или вот этим Если бы я не был в церкви Я бы занимался вот этим В моей жизни Все гораздо проще Если бы Христос Не пришел в мою жизнь Меня бы давным-давно Бы уже не было И мои кости бы давно Разложились бы в гробу Я точно знаю И точно знаю Что это обо мне Когда Писание говорит Мы им живем Движемся И существуем И у меня нет другого варианта У меня нет другого выбора И вся моя жизнь Я бы хотел Чтобы То, чем Я могу послужить Чтобы это было На самом деле Прикосновением Божьим Для меня не важно Каким образом Вы сможете запомнить Меня или мою супругу Для меня гораздо важнее Что Бог произведет В вашей жизни Потому что для меня Я повторюсь еще раз Для меня моя жизнь Это благодарение Благодарение Богу Для меня самое лучшее Что я могу видеть За годы своего служения Уже четверть века В принципе Когда-то мы начали Свой путь Ничего не понимая И сегодня Мы идем И я благодарен Богу За каждого Драгоценного человека Кто спасен Для меня большая радость Когда я вижу Что жизни людей Не меняются И для меня Большое огорчение Когда я вижу Что люди Которые соприкасаются Со Христом Они К сожалению Могут оставаться Прежними И это большое Сострадание И я вижу Что это большое Такое Сострадание Божье Потому что Бог не хочет этого Он заплатил Цену Он Отдал Свою жизнь Для того Чтобы мы Менялись в нем Для того Чтобы мы Освещались в нем И один из последних стихов В книге Откровения Он говорит Что святой Да освящается Еще Это не то понимание Как мы сегодня Понимаем Многие вещи В Библии Мы не Сегодня Мы боимся Называть себя Святыми Сегодня У нас Есть некий миф Что святой Это уже Который умер И его Причислили К лику святых Ну так уже Сто процентов Чтобы ничего плохого Не наделал Уже после этого Все уже Определились Более-менее Можно причислить Но нет Мы видим Что в писании Не так Оно Называет нас Святыми людьми И поэтому То о чем я хочу Сегодня делиться Это не изменилось Это послание Божье И я обращусь Есть такое Хорошее Доброе выражение Если ты хочешь Узнать Как оно должно быть Посмотри в начало Да Какой должна быть Семья Бог не творил Адама и Петра Бог сотворил Адама и Еву Аминь Вот Какой должна быть Семья То есть И не важно Что бы Рассказывал этот мир Мы видим Как Бог сотворил Это в начале Как оно должно быть Что он заповедал В этом есть сила В этом есть счастье В этом есть гармония То же самое Когда мы говорим О жизни человека То есть Бог сотворил человека И у людей К сожалению Многие вещи В жизни Они меняются Они меняются Они трансформируются Трансформируется язык Трансформируется Наше миропонимание Мировоззрение Определенное Да Ну допустим В моей жизни Вот я У меня есть такой Определенный подход Тематический Знаете Такое Толкование От Василия Блаженного То есть Ну как бы Писание Когда я просто Я хочу Чтобы мы Посмотрели И чтобы мы На самом деле Пережили То что Писание Хочет Донести нам Не то что Мы себе Каким-то образом Накрутили Потому что Ну много вещей Они Повторюсь еще раз В течение жизни Они преобразовываются Вот допустим В моей Молодости Представляете Когда-то я слышал Эти слова А теперь я сам Об этом говорю То есть В моем там Допустим Подростковом возрасте Я помню Папа мне Объяснял Значение Слова Жесть Ну Жесть Я как бы Папа строил дом И я знал Что жесть Это металл Из которого Делают забор Кроют крыши Там стайки Делают Там еще что-то Да И другого Кто помнит Это время Другого Объяснения Не было Потом Наступил Другой Период Времени И жесть Это было Что-то Плохое И отвратительное Потом Произошел Другой Период Времени Это уже Период Времени Подросткового Возраста Моих Детей И они Приходили Со школы И рассказывали Сегодня Просто Жесть И для меня Жесть Это Ну Либо металл Либо что-то Плохое Но когда Они говорили Я понимал Что по эмоциям Это нечто Хорошее А слово Для меня Обозначало Плохое И я говорил Я говорю В смысле Фильм Просто Жесть Тебе понравился Что-нибудь Понравился Жесть Там просто Такие Там Эффекты То есть Вы видите Сегодня Многие Молодые Люди Не знают Что Жесть Это Кровельный Металл Они Не знают Это Другое Для них Описание Понимаете И Множество Вещей Они Трансформируются Ну Например Блаженные Да В Библии То есть Для нас Сегодня Блаженные Это Некое То есть Такое Знаете Но Благословенные К большому Сожалению Я увидел Большую Такую Часть Что Многие Верующие Люди Они Даже До конца Сегодня Не понимают Что Означает Что Бог Благословил Тебя Они Даже Этого До конца Не понимают Почему Потому что Мы Затерли Даже Где-то В каком-то Понимании Слово Благословение В том числе Знаете Есть определенные вещи Когда мы смотрим В писание Бытие Первая глава С 26 по 28 стих Здесь Бог Он сотворяет Человека И он Высвобождает Цель Знаете Это проблема Это не тема Моей сегодняшней проповеди Но тем не менее Это проблема Если допустим Человек Не понимает Своё предназначение Если Девушка Думает Что Ее фигура Ее тело Это просто Определенный ключ Для Определенных Там Так сказать Достижений Если Мужчина Он не понимает Понимаете Плохо будет Если Гитарист Не будет понимать Назначение гитары До конца И осознавать Или человек То есть Мы знаем Что это приводит К определенной проблеме И когда мы Говорим о жизни Человека И здесь написано 26 стих Первая глава Бытия И сказал Бог Сотворим Человека По образу нашему И по подобию нашему И довладычествуют Они над рыбами морскими Над птицами небесными Над скотом Над всей землею И над всеми гадами Присмыкающимся И сотворил Бог Человека По образу своему По образу Божьему Сотворил его Мужчину И женщину Сотворил их И благословил их Бог И сказал им Бог Плодитесь Размножайтесь Наполняйте землю сию Аминь Обладайте Ею И владычествуйте Над рыбами морскими Над птицами небесными Над всякими животными Присмыкающимися По земле То есть Итак Это Первоначальная Цель Человека И у каждого из нас Есть то За что мы отвечаем У каждого У нас есть Наши семьи Наши дома Наши дети Наши отношения С нашими родными И близкими Но У нас Есть еще Наша Жизнь За которую Мы с вами Хотим мы Этого или не хотим Я всегда В нашей церкви Я говорю Если вы мужчина И вы не берете Ответственность За свою семью Если вы сталкиваете Ответственность За свою жену Вы должны все равно Помнить Что перед Богом Когда вы предстанете Вы будете Ответственность За свою семью Аминь То есть Это ответственность И понимаете Есть определенные вещи В нашей жизни Бог Он вложил Сегодня Бог Представляют Некоторые Бога Там знаете Который посиживает На облачках С крылышками Там И он Ничем не занимается С арфой Это Миф Бог Сегодня Продолжает Трудиться В твоей жизни Бог Не просто Создал землю И забыл ее Пускай она Выживает там Как хочет Бог Не просто Создал тебя И меня Бог Сегодня Продолжает Вникать В каждый Аспект Твоей жизни Он Заинтересован Аминь Он Заинтересован И здесь Первоначальная цель Он сказал Создадим Человека По образу И подобию Смотрите Во второй главе В 15 стихе Он как бы Усиливает Это Повторяя И говоря Иск Взял Господь Бог Человека И поселил Его В саду Идемском Чтобы Возделывать Его И хранить Его То есть У каждого У каждого Из нас Понимаете Мы можем Сожалеть Мы можем Говорить Знаете Вот Я родился Не в то время Вот кому-то Повезло Вот у него Такие Исходные Данные У него Такие Родители У него Вот такая Вот ситуация В моей жизни Все гораздо Хуже Но знаете Кто-то может Говорить Я там Не в той Стране Родился Я У меня Не то Экономическое Положение Но у нас У каждого Есть Определенное Количество Даров И талантов Аминь У каждого Из нас Посмотрите Что я вижу По моей Вот по моему Непосредственному Жизненному Занятию Я Очень часто Сталкиваюсь С людьми Ограниченными Ограниченными В своих Способностях С инвалидами С людьми И интересно Кто-то Делает Свою Жизнь Человек Который Вообще Полностью Просто Ну Ограничен У него Нет рук У него Нет ног Но он Способен Из своей Жизни Вынести Цветущий Сад И заражать Других Людей И я Видел Других Которые Печаленные Разбиты Знаете Я вижу Что Бог Он говорит Еще в Ветхом Завете Он говорит Если ты Научишься Выносить Драгоценное Изничтоженного То будешь Как уста Мои То есть Это важная Часть Когда ты В состоянии Вынести Сделать Никогда Не Можем Он Не Делает За Нас Все Спасибо Что вы Меня Поддерживаете Он Делает За Нас То Чего Мы Сделать Не Можем Мы Никогда Бы Не Смогли Себя Искупить Никогда Мы Не Смогли Бы Заплатить Эту Цену За Грехи Он Отдал Сына Своего Иисус Пришел Страдал За Каждого Из Нас Чтобы Мы С вами Были Спасены Но Есть Определенная Наша Ответственность Понимаете Когда-то Я читал Помните Эту Историю Про Виды Почв Помните Виды Почв Многие Из вас Кто Вы Даже Уже Не Так Давно В церкви Может быть Надеюсь И верю Что вы Начали Читать Библию Изучаете Писание Потому Что Это Хлеб Божий Для Нас Это Пища Для Нас И Знаете Там Библия Сравнивает Иисус Сравнивает Наши Сердца С Почвой Землей И Знаете Интересно Что Он Говорит И Показывает Что Вот У одного Такая Почва У другого Другая Почва И Однажды Будучи Молодым Верующим Служителем Я читал Это Местописание Я Отклонился И Я Даже Немножечко Подрастроился Я думаю Ну а как Господи Так вот У одного Человека Сердце Хорошая Почва И Это Семя Попадает И Взрастает А у Другого Он Же Не Виноват Его Жизнь Искатали Танками Его Сердце Оно Закатано Всякими Обстоятельствами Как же Боже Интересно Господь Он Никогда Не молчит Он Говорящий Бог Послание К евреям Начинается С этого Что Он Многократно Говорил И Сегодня Продолжает Говорить Сыне Аминь И Здесь Понимаете Бог Показал Мне Что Каждый Из Нас Мы Ответственны За Свои Сердца Мы Ответственны За Свою Почву Любой Человек Может Постараться Тебя Обидеть Но Обидеться Принимаешь Решение Ты Не Простить Кого То Принимаешь Решение Ты Есть Не Так Много Обстоятельств В нашей Жизни Кто Эти Обстоятельства Я Не Занимался Изучением Я Просто Ссылаюсь На Статистику И Говорят Что В Жизни Средне Статистического Человека От Одного Всего Лишь До Пяти Процентов Обстоятельства С которыми Он Сталкивается Они Вообще Никак Не Зависят От Него Маленький Процент Все Остальное Это Мы С В тех Обстоятельствах Которые Пришли И Не Мы Их Так Сказать Инициировали В нашей Жизни Но Мы Решаем Каким Образом Мы Себя Ведем В этих Обстоятельствах Виктор Франкл Очень Сильно Говорит Об Этому И Это Один Из Таких Научных Делов Деятелей В психологии В психоанализе И Он Полностью Он Был Следователем Фрейда Когда-то И Он Что Человек Это Животное Движимые Инстинктами Он Увидел Находясь В концлагере Он Увидел Нет Человек Это Нечто Большее Это Творение Божье Который Даже Перед Лицом Смерти Способен Принимать Правильные Решения Не Опускаться На Уровень Животного Понимаете И Это Очень Важно И Когда Мы С Вами Смотрим В послание К В контексте Я рекомендую Вам Прочитать Как минимум Дома Всю Главу Шестую И Она Начинается Послание К евреям Шестая Глава Здесь Господь Он Говорит Через Автора Послание К евреям Он Повествует Нам Что Вот Есть Начатки Учения И Он Говорит Знаете Это Проблема Он Говорит О Людях Что Некоторых Людей Приходится Во второй Раз В третий Раз Обновлять Они Отступают Они Оступаются Их Приходится Обновлять И Он Сравнивает Опять Нашу Жизнь Наша Жизнь Очень Много Сравнивается С землей С почвой И Он Опять Седьмого Сиха Буду Очень Признателен Вам Если Вы Найдете Дома Потом Время Поразмышлять Помолиться Об этом Слове О чем Мы Сегодня Говорим С вами И Посмотреть Это Еще Больше В контексте И Здесь Он Приходит И Он Говорит О жизни Человека О том Что Обновлять Людей Он Говорит Земля Он Сравнивает Нас Землю Земля Пившая Многократно Сходящий На нее Дождь И Произращающая Злак Полезный Тем Для Которых И Возделывается Получает Благословение От Бога Друзья Давайте Мы Ограничены С вами Временем Но Тем Не Менее Я Хочу Чтобы Это Опустилось В Вас Потому Что Проблема Народа Израильского Когда Они Вышли Из Земли Египетской И Не Смогли Не Могли Войти Многие Люди В Землю Обитованную Писание Говорит Они Не Растворили Слово Слышанное Веро В Своих Сердцах Пускай Оно Растворится И Пускай Оно Произрастет Посмотрите Земля Пившая Многократно Сходящий На нее Дождь Произращающая Злак Я Сегодня Не Говорю О тех Людях Которые Не Дают Возможности Богу Сеять И Приносить В их Жизнь Дождь Я Сегодня Говорю О Нас Вами Верующих Людях И Сегодня Бог Он На самом Деле Он Заботится О наших Жизнях Он Заботится О наших Садах Есть Благочестивые Люди Благочестивые Пасторы Которые Трудятся О том Чтобы Молятся О том Чтобы Принести Слово С небес В Жизнь Каждого Из Нас И Здесь Мы Знаем Что Бог Он Много Говорящий Он Стучится Всякий С людьми С людьми Даже Невоцеркленными Я Каждый Раз Вижу Как Бог Он Стучится В Жизнь Человека Я Знаю Как Бог Стучался Много Раз В Мою Жизни До Тех Пор Покуда Еще Моя Жизнь Не Была Разрушена То Я Мог Избежать Множества Разрушений В Моей Жизни Я Мог Не Соприкоснуться С Ними Потому Что Бог Стучался Бог Давал Мне Людей Которые Говорили В Мою Жизнь И Здесь Он Говорит Смотрите Земля Пившая Многократно Сходящий На Нее Дождь Произращающая Злак Спасенная Жизнь Способна Приносить Благоухание В Твою Жизнь Произращающая Злак Полезный Тем Для Которых И Возделывается То есть Ты Заботишься О Своей Жизни Ты Наслаждаешься Плодами А Бог Еще Больше Благословляет Вы Еще Здесь Сегодня Люди Заботятся О Чем Угодно Я Не Против Я Не Говорю О Том Что Мы Должны Пропагандировать Отшельнический Образ Жизни Я Не Против Чтобы Из За И Я Вижу Что Бог Он Хочет И Желает Чтобы Вы Заботились О Своих Домах Чтобы Вы Заботились О Своих Семьях Чтобы Вы Заботились О Своем Здоровье О О Своей Физической Форме Но Вопрос Нашего Сердца Потому Что Где Будет Наше Сердце Да Где Будут Наши Сокровища По Итогу Окажемся Мы Сами Я Помню Когда Я Спасся И Прошло Наверное Лет 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 7 8 И Меня Пригласили В одну Семью Там У одной Мамочки У нее Освободился Сын И Его Тоже Друг С которым Они Близко Сидели Общались В одно Время Приблизительно Освободились И они Были Дома Меня Позвали И я Служил Им Общался С ними И Один Момент Этот Парень Который Там Довольно Таки Много Лет Отсидевший Сидел Смотрел На меня И Говорил Знаешь Говорит Я вот Сижу Слушаю Тебя И Понимаю Что ты На наркомана Ты вообще Не похож Ты что-то Басни нам Какие-то Рассказываешь Понимаете А я ему Говорю Так в этом Вся и суть Я не Стремлюсь Быть Похожим На наркомана У меня Другие Ценности То есть И в тот Момент Я Вдруг Осознал Что Внутренние Изменения Стали Уже Отражать И наружу Понимаете То есть Всегда Внутренний Мир Он Будет Явлен Через Внешние Не наоборот Бог не призывал Никогда Нас к маскам Он наоборот Всегда призывал Нас к тому Чтобы мы Заботились О своем Сердце Чтобы мы Возделывали И смотрите И дальше Он говорит Получает Благословение От Бога Я хочу Чтобы это Опустилось Он говорит А производящая Тернии И волчцы Негодна И близка К проклятию Которого Конец Сожжения Впрочем О вас Возлюбленные Мы Надеемся Что вы В лучшем Состоянии И держитесь Спасения Хотя И говорим Так Понимаете Он о людях Говорит Он о нас С вами Говорит Ибо Не неправеден Бог Чтобы забыл Дело ваше И труд Любви Скажите Дело ваше И труд Любви Сегодня Это Непопулярные Слова В христианстве Что-то Произошло Что-то Случилось Это Становится Непопулярным Но Он говорит Дело ваше И труд Ваш Труд Любви Понимаете Это очень важно Которую Вы оказали Во имя Его Послужив Святым Желаем Чтобы каждый Из вас Для совершенной Уверенности В надежде Оказывал Такую И ревность Такую же Ревность До Конца Дабы Вы не Обленились Но подражали Тем Которую Верою И Долготерпением Наследует Обетование Вот что Есть Вот Чего Хочет От нас Господь Он Говорит Чтобы Вы Не Ослабели Помните Эту Историю О Десяти Девах Помните А Вы Помните Что Все Уснули И Те У Кого Были Масла У Кого Было Масла И У Кого Не Было Помните Уснули И Хорошие И Не Очень Хорошие Мы Можем С вами Как-то Так В жизни Получается Мы Можем С вами Задремать Немножечко Даже В своем Христианстве Но Послушайте Вопрос О нашей Душе Вопрос О Возделывании Нашего Сердца Это Ответственность Которая Лежит На Нас С вами Мы С вами Признаем Для Нас Необходимо Находить Время Что Мы Сегодня Для Чего Мы Сегодня В большей Степени Высвобождаем Время Послушайте Мы Можем Заботиться Хоть О чем Но Важно Чтобы Мы Заботились О душе Есть Такое Хорошее Выражение Да Один Философ Когда-то Сказал Давным Давно Человек Живет В утробе Матери Чтобы Приготовить Себя К жизни На земле И Живет Жизнью На земле Чтобы Приготовить Себя К жизни Вечной Эти Жизнь Моя бабушка Я знаю Что многие люди В нашей стране Особенно пожилого возраста Они говорят Эту фразу Говорила В свое время Жизнь Прожить Не поле Перейти Жизнь Прожить Не поле Перейти Есть масса Вещей Которые Способны Посеять В твою жизнь Волч Цитерни Насколько Ты сегодня Забочишься Насколько Ты сегодня Позволяешь Богу Поливать Позволяешь Богу Возделывать Вместе С тобой Твою Жизнь Это сегодня Время Время Размышления Время Молитвенного Такого Взова Когда мы Взываем К Богу Господи Что я Делаю Со своей Жизнью Потому что Он говорит Чтобы вы не обленились Но чтобы вы старались До конца Потому что Были люди Которые вдруг По какой-то причине Они перестали делать это И он говорит Чтобы вы Долготерпением Понимаете Чтобы вы На самом деле Вы понимали Что наша жизнь В жизни Бывают разные обстоятельства Видите Когда вы смотрите В Писание Вы видите О Израиль поднялся Равам утвердился Да что ж такое Ты ж получил Все Чего ты хотел И дальше написано И делал зло Во все последние дни Как так Бог поставил Бог утвердил Бог дал Все И делал зло В последние дни Другой Другая категория Людей Понимаете Они начинают Обвинять Что все плохо И я буду жить теперь так Ну знаете Вы заметили Что в жизни Есть разные сезоны И я проповедую Об этом Я говорю Что счастливые Блаженные Библия называет Таких людей Блаженными Счастливыми Которые способны Распознавать сезоны Времена Которые способны Готовиться К определенным сезонам Знаете Те родители Которые Вкладывались Только в детей А не в свои отношения И не вкладывались В развитие своих отношений Когда дети Выпорхнули Из дома Вдруг узнали Что они чужие Но Библия не говорила Прилепись К детям Библия говорила Не раздражай детей Аминь А прилепиться Надо к жене Чувствуете Разница И вдруг Люди Они приоритеты путают И результат Другой Они не хотели Там оказаться Но они оказались Он говорит Чтобы вы Не обленились Чтобы вы продолжали Я вижу Сегодня у вас В церкви У вас живая церковь Замечательная церковь Замечательная Потрясающая команда Вижу Там библейские курсы Лидерские курсы Планируются Что? Да Есть забота О том Чтобы на самом деле Бог многократно поливал И чтобы возрастал плод От которого вы потом И получали наслаждение От этого плода В вашей жизни Знаете Когда я смотрю сегодня На мои отношения С моими детьми У меня Из троих сыновей Один служитель Он у нас Он помогает В пастырской команде Он занимается молодежью Много каких вопросов делает В церкви И многие люди В церкви говорят Просто уникальная личность Не по возрасту Вообще такое Большое Пастырское сердце То есть просто Служитель С большой буквы Двое других Они живут в Москве Зарабатывают большие деньги Деньги Которые через мои руки Ну Они проходили Когда мы покупали здания Но это не деньги Которые проходили Мои личные Через их жизнь Проходят деньги Они один там В видеосфере В другой там В музыкальной сфере Сегодняшние Определенные там Какие-то знаменитости Какие-то И когда мой сын Будь то один Будь то другой Будь то третий Рассказывают где-то И я слышу это со стороны Что для него важно Что папа сказал И что папа посоветовал В той или иной ситуации Я плачу Потому что для меня Это ценно Это ценно Понимаете Потому что Это другая тема Но тем не менее Влиять вы в жизнь Своих детей Сможете только тогда Если вы построите С ними дружеские отношения Все В принципе Понимаете Это ценно Вот он плод Есть определенные плоды От которых ты можешь Наслаждаться Есть вещи О которых я сегодня Бы мог Весь день Воскресный день Просто свидетельствовать Вам из нашей жизни Что Бог сделал Те или иные чудеса Но я знаю Что если бы я не повел Себя в определенной ситуации Правильным образом Я бы не в состоянии Даже был свидетельствовать Вам об этом Почему? Потому что Это было бы достигнуто Своим путем Вырвано Забрато из жизни Знаете как некоторые люди? Он вырвал это Он вырвал себе Благословение Он украл его Он заработал Не тем путем И потом Он даже сам себе В этом не может признаться Ведь есть другие вещи Есть другое Когда Бог Тебя благословил Когда ты трудишься Над своей жизнью А Бог благословляет Когда ты оставляешь Это терпение Долготерпение Посмотрите Я повторюсь еще раз Человек Спасенный Способен Производить Что-то Доброе Когда вопрос касается Бизнеса Мы понимаем Не потопаешь Как потопаешь Так и Мы понимаем это Но когда вопрос Касается нашей жизни Когда вопрос Касается нашего сердца Почему-то мы так Не думаем Но здесь Он говорит Интересную вещь Конечно бы Я порекомендовал вам Изучить эту шестую главу Я бы порекомендовал вам Изучить шестую главу Послания к Ефесянам Где он говорит О всей оружии Что нам необходимо Потому что Это не просто Гипотетические Какие-то доспехи Это то Что нам необходимо Иметь в своей жизни Это то Что приносит нам Благословение В нашу жизнь Но смотрите Что он говорит Он говорит Чтобы ревность Сохранилась До конца И нам необходимо Искать этого Желать этого Иисус говорит В Евангелии от Луки 21 глава 19 стих Иисус говорит Терпением вашим Спасайте Души Ваши А что такое терпение Помните Он говорит И долготерпением Наследовали Царство Божье Мы читали Да с вами Сейчас Наследует Обетование 12 стих Послания к евреям Мы прочитали Долготерпением Там даже не терпение А даже долготерпение А что такое терпение Что такое терпение Бог терпел И нам велел Слышали такое выражение Слышали такое выражение В смысле Что оно обозначает Вообще Стиснуть зубы Когда ты терпишь боль Стиснуть для того Чтобы тебя вылечили Если по какой-то причине Делают без обезболивающего И чтобы Что терпение Что такое терпение Интересно Библия Она Она открывает Писание оно же живое Оно боговдохновенное И она открывает Многие аспекты Я прочитаю вам С послания Иакова Пятой главы Одиннадцатого стиха О Иове Я прочитаю С современного перевода Хотя там отличается Всего лишь одна фраза То есть В синодальном переводе Вы читаете Что Вот мы Почитаем Блаженными Да Людей Которые проявляли терпение Но современный перевод Говорит Мы считаем Благословенными Тех Кто проявлял терпение Интересно Он говорит Вы слышали О терпении Иова И видели Как в конце Господь благословил его Потому что Господь богат Милостью И Состраданием А теперь Давайте что-то Вынесем Доброе Из жизни Героев Божьих Вынесем Что-то Доброе Из героев Веры Одиннадцатой Главы Из жизни Иосифа Из жизни Иова Из жизни Других героев Что В чем заключалось Их терпение Их терпение Заключалось Что в любом Сезоне Они продолжали Доверять Богу Они продолжали Строить Взаимоотношения С Богом Терпение Это не просто Поднатужился Чуть-чуть Перетерпеть Это просто Доверие К Богу Чувствуете О чем я начал Говорить В самом начале Что иногда Наше Мировоззрение Накладывает Отпечаток Даже на восприятие Писания Иисус Он показывал Нам Что нам Нужно Заботиться Он говорил Что слушай Если что-то Не ведет тебя В Царство Божие Он такие жесткие Примеры Приводил Он говорит Даже руку Оставь Да А Иов Проходя И теряя Абсолютно Все Говорил А я знаю Искупитель Мой Жив Искупитель Мой Жив Понимаете Вот что Он говорит Можно Я уже Мы сейчас Будем с вами Молиться Хочу попросить Клавишника Чтобы не затягиваться Слышали же Блаженный Говорит Краткие Ибо их еще Позовут Смеюсь Но тем не менее Поэтому конечно же Это тема О которой Я бы мог Говорить очень много Но как я говорил С самого начала Я не просто Рассчитываю На какую-то Свою мудрость Человеческую Или красноречие Я рассчитываю На то Что Дух Святой Прямо сейчас Производит свою работу В сердце каждого из вас И как вы пойдете домой Позвольте Производить ему это Делать это дальше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok